там есть вопрос нет ну давайте быстро как бы мне же важно не то что там менее в смысле умение важно как бы финальный ответ меня не столько интересует поэтому значит по 16 по первому пункту нет вопроса да на тебя на всякий случай напишу на доске 16 4 дали на данный момент ожидания давайте единственный номер решим из него из первого пункта дисперсия потому что там надо помнить про ковриации как ее найти хорошо вот этот ролик как вылазит наружу квадрате с первым вроде понятно да хорошо давайте второй давайте второй тоже один из который посложнее давайте найдем вероятность того что x плюс y больше пяти вот как ее найти что нужно сделать да то есть да надо использовать табличку потому что это нормальное распределение x нормальный вектор поэтому любая линейная комбинация то есть на что мы опираемся мы опираемся сначала на какие-то теоремы которые говорят что если вы смотрите за кадром идут некий теорема смотрите первое что идет что если вектор x игрек имеет нормальное распределение неважно тут какое мот ожидание на векторе какой-то рационной матрицы то любая линейная комбинация не ваш там альфа и икс плюс бета и игрек имеет какое распределение нормально ну может быть вырождены то есть там может быть константа получится изGold 0.05 например ну конечно такой вырожденный случай получится ну и если его считать внутреннее распределение основinois дисперсии то в общем получится нормальность 1 что мы опираемся на теорему чтоб чем я не все величины нормально там будет there's другой подъектов должны nouvelle под вектор нормальный дом и опираемся условное распределение любого по гектора при условии любого другого подикт а тоже нормальная то есть мы опираемся на некоторые теоремы которые говорят что можно складывать Умножать на константы И поэтому это нормально Да, это мы, значит, аренкой воспользовались Е от х плюс у у нас сколько? По условиям Минус 1 Да, минус 1 И дисперсии х плюс у сколько? Посчитайте, сколько дисперсии х плюс у? Ну, по аналогичной форме Или дисперсия суммы? 11 Получилось? Или есть вопрос? Сколько получилось? 1 1? 11 Хорошо, ну ладно, шли мы от ожидания дисперсии Как же вероятность найти? Стандартизируем Ага, стандартизируем То есть что делаем? Вычитаем от ожидания х плюс у у Да, вычитаем от х плюс у у Вычитаем минус 1 Делим на корень из 11 Тут 5 минус минус 1 Делим на корень из 11 Получаем нормальный 0,1 Больше 6 на корень из 11 Ну, дальше надо прикинуть Сколько будет 6 на корень из 11 3,31 Да, что-то вряд ли Что-то ты верить говоришь Даже 6 пополам уже 3 А корень из 11 То есть, смотри, нельзя просто доверять калькулязеру Надо прикидывать ответ Смотри, 6 делить на корень из 11 И не может их 3 Нет, это корень из 11 А, вы не будете, может быть, да Я бы сказал, что ответ меньше 2 Да? Делим 6 на корень из 11 Ну, 1,7 и 1,8 Ну, 1,8 Ну, если у кого есть спекулятор, можете точно сказать Сколько будет Примерно вероятность того, что нормальная 0,1 Больше, чем О, там, 1,8 Второй знак 0 или 1 Ну, 0,9 это 1 1,8 Ну, 1,8, 0,9 Мы округляем, да 1,8, 1 Чтобы не терять сильную точность Хорошо Ну, дальше мы пользуемся табличкой Потому что табличка нормальная 0,1 забита И чему равна эта вероятность? Еще раз табличка же то, что слева То есть надо из единицы Надо смотреть, да Ну, бывают разные таблички То есть нельзя так просто увеличить табличку то, что слева Но конкретно в этой табличке Если у вас нет таблички, то возьмите Вот Ну, то есть надо смотреть на конкретную табличку Конкретно вот в этой, которую я раз... То есть нельзя так вот прям однозначно О, табличку посмотрел Ну, табличку посмотрел, да А потом, что в табличке площадь слева А нам нужна площадь справа Да Вот нам нужна вот эта Нужна А вот эта забита в таблице 0 Здесь какое-то Q А здесь функция плотности То есть важно еще помнить, что там по вертикали отложено По горизонтали Здесь просто отложено возможное значение случайной величины Нормальной 0,1 А по вертикали отложено значение функции плотности Ну и чего? Какой получается ответ? 0 цел Из единички вычитаем сколько? 0,9,6 Ну да, мы понимаем, что Нам такая точность, она обманчива То есть не надо думать, что если в табличке написано 4 знака Мы вот здесь вот примерно считали 6 на корень из 11 Поэтому не надо питать себя иллюзиями И в общем я бы взял Может 96 взял бы 0,04 Это обманчивая точность Мы на самом деле 6 на корень из 11 Упрощали Не совсем знаю, что в таблице пишет 4 знака То есть все равно, чтобы пользоваться таблицей, тогда не попозже Ну то есть это обманчивается Ну что, нашли? Да Окей Хорошо, давайте наконец переходим к пункту Это мы просто освежили про нормальное распределение А новизна этого года это многомерное нормальное распределение И соответственно давайте попробуем найти И вот как там написано мат ожидания Это номер 3 наконец Мат ожидания от x, если y известен И мат ожидания... И ну давайте сразу дисперсию от x, если y известен Эти два пункта можно найти в общем-то одним махом Одним движением Так мы их будем вместе искать Окей? Значит, я знаю три способа, как найти эти штуки Первый способ, который существует, но который противен ему естеству Это выучить формулу и подставить туда значение Ну то есть, в принципе, вы можете взять с лекции формулу Вам наверняка, когда вы выбили какой-то финальный продукт Выучить формулу и подставить Ну что-то как-то вот этот способ, он такой шаманский Он не проливает смысла Ну как бы, ну вы... Вот, поэтому мы им не пойдем И еще я знаю два способа Один способ с... Сначала найти условную функцию плотности Да, один способ вывести функцию плотности Вывести функцию плотности И выделить в ней полный... Ну там, выделяется полный квадрат И по виду функции, значит, выделяется полный квадрат И дальше, соответственно, по виду функции плотности Можно сказать, что... А второй, а третий способ, который мне больше... Ну, то есть, я считаю, мне нравится второй и третий А первый не нравится Но поскольку вам Елена Владимировна делала вторым То я, соответственно, сделаю третьим Вы знали несколько способов Это разбить Х На две части Та часть, которая зависит от Y И та часть, которая не зависит от Y Часть Которая Которая зависит от Y От Y И часть, которая не зависит от Y Которая не зависит от Y Вот Ну, то есть, я пойду вот этим третьим способом Здесь я опять буду опираться на теорему Которую мы формулировали на самом деле На семинаре Что вот Если делать линейные преобразования Многомерного нормального распределения То при переходе там В другой базис Там ортогональный Получится, что компонент независимый Поэтому я скажу следующее Что Х Я разобью на две части Та часть, которая зависит от Y Я напишу Альфа-Y Плюс та часть, которая не зависит от Y Вот То есть, вот эта часть Которая Зависит То есть, это та часть В Х, которая определяется Y Зависит от Y А вот эта не зависит от Y Ну, возникает вопрос А можно ли так сделать? Ну, теорема Там можно по-разному формулировать эту теорему Ну, теорема говорит Что да, можно Как бы Когда есть многомерное нормальное распределение Всегда можно линейно выделить кусочек Который не зависит Ну, в общем-то, мы формулировали Это либо недель назад Или можно сказать, что Это следствие То, что вы выделили через плотность Разность Варианты Но Есть такая гарантия Что Х разбивается линейностью То есть, выделяется Потому что, вообще говоря А вдруг Та часть, которая зависит от Y Это был бы Y в квадрат Да Групплексе Это Y в квадрат Плюс F Ну, для нормального распределения Та часть, которая зависит Она всегда линейна Хорошо Ну, если мы поверили в эту теорему То тогда вроде Все просто Смотрите Значит Что означает Что Ну, я знаю Что вот этот L Вот этот хвостик Он не зависит от кого? От Y От Y Да? То есть, вот здесь вот Y и L Независимо Из этого следует Что ковариация Y и L Чему равняется? Нулю Нулю Вот А L Я для него формулу знаю L это X минус альфа Y Ну, потому что X это альфа Y плюс L Поэтому L это X минус альфа Y Получается Ковариация X минус альфа Y Должна равняться Нулю А дальше Надо вспомнить Ковариации Кто помнит Как ковариация Раскрывается Если ковариация Сумма Ковариация Исперсия 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 Минус альфа 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 Ковариация То вот даже можно Кусочек готовой формулы Что-то ковариация Y с X В смысле Вот эту формулу Нет Я имею в виду Откуда берутся готовые формулы Ну вот мы в общем виде сделали Вот мы уже знаем Что альфа Всегда такое будет Ну если X Матно ждать не считается А Y известен А если наоборот То X и Y Поменяются ролями Сколько получилось В нашем случае Минус 1 четвертая Отлично Полная задача Уже считайте есть То есть мы уже выяснили С вами Что X Это Минус 1 четвертая Y Так 4 Минус 1 У похоже Нехорошо Плюс L Вот Ну теперь давайте найдем Характеристики Случайной венчины L То есть я хочу сейчас выяснить Вот про вот этот вот хвостик Который не зависит от Y Я хочу выяснить собственно две штуки Какое у него мат ожидания У этого хвостика И какая у него дисперсия И если я выясню вот эти два свойства То я смогу наконец сделать номер Который спрашивается Мат ожидания от обеих частей Вот Как найти мат ожидания Ну поскольку у меня есть уравнение Которое связывает X и Y Я просто возьму мат ожидания Слева и справа Просто берем тупо Берем мат ожидания слева и справа Что получится если мы возьмем Получится Ну вот Тупо считаем мат ожидания Значит мат ожидания от X Равно минус 1 четвертая Мат ожидания от Y Плюс мат ожидания от L Сколько получается? И точно так же берем в этом уравнении дисперсию слева и справа Раз левая часть равна правой То значит дисперсия левой части равна дисперсии правой части И если мы берем дисперсии И если мы берем дисперсию То мы опять можем воспользоваться тем Что Y и Y независимо То есть берем дисперсию слева и дисперсию справа Что получится если мы возьмем дисперсию слева и дисперсию справа Ну давайте, что-то 8 мне казалось. Ну да, прикинь, смотри, дисперсия х равняется дисперсии от минус 1 четвертая на у, плюс дисперсия L, плюс, ну вообще говоря, удвоенные ковыриации должны быть, но они равны нулю. Почему еще раз ковыриации равны нулю? Независимые. Независимые. Независимое такое особенное. У нас не абы какое разложение, у нас такое альфа, при котором вот эти два кусочка независимы. Вот, поэтому мы получаем спрос. Дисперсия х это 9, это 4 на 16, 4 это дисперсия y, а 16 это 1 четвертая в квадрате, правильно? Ну и здесь дисперсия L, но все-таки если из 9 отнять 1 четвертую, то получается 8 и 75. Вот, все, мы все вспомогательное закончили, теперь быстро решаем сразу два пункта. Окей? Вот, мы как бы выяснили, что х разлагается на две части. Часть, которая зависит от у, и часть, которая не зависит от у. Причем, часть, которая не зависит от у, имеет мотажда не 0,5, а дисперсию 8,75. Окей? Ну и давайте вот это посчитаем. Значит, нам надо посчитать. Это мы закончили. То есть, еще раз, что мы сделали? Мы представили х как сумму двух частей. Мы выделили первую часть, зависимую от у, а про вторую часть, которая не зависит от у, выяснили, вроде мотажда и дисперсия. Ну, теперь вопрос задачи. Чему равно мотажда не х, если мы знаем у? Ну, раз мы в нем выделили две части. Часть, которая зависит от у, плюс часть, которая не зависит от у, я воспользуюсь линейностью условного мотажда не. Разбиваю. Это значит, минус одна четвертая е от у, если я знаю у, плюс е от л, если я знаю у. Ну, давайте теперь упростим. Нормально? Понятно, что я сделал? Да. Давайте упростим. Чего я жду от у, если я знаю у? Ну, то есть, если я, например, знаю у, что у равен 7. То есть, мой прогноз у наилучший какой? 7, да? Если я знаю у, то, ну, то есть, надо себе, вот, это такой хороший образ мышления, что если вот у стоит в условии, то надо мысленно его, как бы, оконстантить, превратить его в констант. Вот если бы у, ну, то есть, вот у неизвестен, поэтому, конечно, у это случайная величина, но при рассчитывании условного мотажда не я думаю о нем, как об известной мне константе. Ну, надо знать, что это случайная величина, но все-таки я думаю о нем, как об известной константе, когда он вылазит наружу от ожидания. Окей? Вот, получается, минус 1,4 на у. А здесь я знаю, что л и у какие? Независимые. Независимые. Поэтому знание у ничего не добавляет в плане прогнозирования л. Поэтому я могу отказаться от своего знания при прогнозировании л. Поэтому я могу сказать, что это просто е-отель. А е-отель мы неспроста нашли. Это сколько? Одна вторая. Это одна вторая. Да, мы получили ответ. Минус 0,25 на у плюс 0,5. Это, соответственно, наилучший прогноз х, если мы знаем у. Условный аммотаж данный х, если мы знаем у. Нормально? Да. А если мы по формуле делаем, у нас мы в ответе тоже ее попрошили? Конечно. По формуле это, в принципе, функция... Ну, в смысле, по готовой формуле. Вам Елена Владимировна, наверное, выговорила готовую формулу. Если вот здесь стоят какие-то там не 1 и 2, а там μx, μy. Ну, тут какие-то σ2x. Ну, да, можно выписать готовую формулу и тупо в нее подставить. Но мне кажется, что этот способ... Ну, у нас в координационной матрице, то, что типа вот с ρ, там, вот у нас... Да, да, да. Это ничего не бывает, то, что у нас в координационной матрице только единицы были. Ну, то есть единичные, да, да. Не понятно. Вместо 9 и 4 было в примере 1,1. В каком? Ну, вот это формулу годится для этого случая. Можно вывести формулу, которая годится для любого случая. Ну, как бы кто-то мешает, то мы вывести в общую формулу. Это нужно порешить, друзья, в произвольном случае. Вот, или стандартизируй сначала, а потом... Вот, поэтому... Ну, то есть я, я как бы душевно против этого способа. Ну, как бы, если ты хочешь, ну, выведи формулу. Ну, то есть вот повторить те же самые... Ну, то есть, смотри, тут уже понятно, что альф чему равно альфа равно... Ну, тут написано, чему равно альфа, да. А дальше можно подумать и понять, чему равно е отель, да. Е отель как получилось? Оно получилось как... Откуда мы взяли е отель? Откуда мы взяли его? Мы вот отсюда его взяли, да. Это, соответственно, мю икс минус альфа на мю икс. И поэтому можно вывести общую формулу. И просто... Я просто... Я поделал, что-то я пропустил. Вот, и так прибылся. То есть я, как бы, может быть, вам, Елена Владимировна, вывел эту формулу для случая, там, сигма равного единички. Ну, для этого не можно прогулявывать. Может, поэтому... Ну, то есть имеется способ вообще не начинуть в течение этого формула. Так, хорошо. Ну, и первую часть мы сделали. Давайте с дисперсией. Ну, опять подставляем, значит, дисперсия от чего? Минутка, да. Минус одна четвертая. Игрек плюс. Игрек плюс. Эль при условии игрек. Вот. А Эль это у нас константа или тоже нормальная распределенная величина? Стоп. Вот эта запись, что означает? Эль константа или нет? Нет, ладно, я поняла, что это величина какая-то. Какая? Давай скажем корректные слова, Оль. Раз у нее есть положительная дисперсия, значит, Эль это что такое? Случайная величина. Случайная величина. Первый тезис независимый. Если ты посмотришь, Эль в какой вид имеется? Это Х плюс одна четвертая Игрек. А поскольку любая линейная комбинация для многомерного нормального вектора порождает какое распределение? Нормальная. Нормальная. То поэтому Эль не просто случайная величина с таким отожиданием и такой дисперсией. А Эль нормальная случайная величина с каким отожиданием? 0,5. И дисперсией 8,75. Важно, что, во-первых, это явно не константа. А если вот еще увидеть, что Эль линейно выражается через Х и У, то можно еще сказать, что это не просто ученичная, а нормальная распределенность ученичная. Ну ладно. Хорошо, вернемся к нашему фунту. Значит, еще раз. Полезно рассуждать, чтобы было интуитивно просто, чтобы как будто бы оконстантили, оболванили, законстантили, не знаю, в какой русской горе, зафиксировали Игрек. Вот если Игрек, это фиксированная константа, как влияет прибавление Игрека, фиксированная константа, на дисперсию? Никак. Как? Никак. Никак, да? То есть мысленно. Вот здесь вот оконстантили. А там станет тебе Игрек. Поэтому вот эта вот фиксированная величина, и на условную дисперсию она не влияет. Поэтому мы просто скажем, что это дисперсия чего? Эль. Эль при условии Игрека. А дальше мы скажем, что Игрек и Эль независимы, и поэтому знание Игрека ничего не добавляет ни к каким вычислениям про Эль. Окей? Теперь мы пользуемся тем, что Игрек и Эль недависимы, поэтому это просто дисперсия Эль. А раз это просто дисперсия Эль, то это сколько? 8. 8. То это 8.75. Ну вот, все нашли. Мы от ожидания Икса при условии Игрек это минус 0.25. Игрек плюс 0.5. А дисперсия и Икс при условии Игрек 8.75. Окей? Так, хорошо. Ну, это самый сложный пункт решили. Четвертый, соответственно, на вашей совести, потому что он ничем не отличается от третьего, там просто Игрек и Икс поменены местами, то есть 16.4, четвертый пункт, он чисто для... А 16.3 вот с вероятностью? Ну, 16.3 с вероятностью. Подожди, мы только что выяснили, ты же сам говорил, что закон расстребления, даже условный вектор, там, при любом векторе, он будет нормальным. То есть мы сейчас не просто посчитали мат-ожидание и дисперсию, а на самом деле, поскольку мы работаем в рамках многомерного нормального вектора, мы еще можем сказать, что у нас... Так, сейчас я... Ну, ладно, я не помню, вопрос, в каком там, Галя-то, сомнительный вопрос. Помню, пожалуйста, х больше единицы при условии. Х больше единички при условии, что играет единица. Единички. Вот. Поскольку мы в общем виде предыдущий пункт решили, наш пункт подходит, про игрек равный одному. А именно, мат-ожидание от х при условии, что игрек равен одному, чему равняется? Чемо-четверти. Одно-четверти. Отлично. И дисперсия х при условии, игрек равный одному, сколько равняется? 8.75. 8.75. Вот. А поскольку у нас есть теорема, которая говорит, что вообще в рамках многомерного нормального вектора можно так шалить, почти как хочешь. То есть берешь любую линейную комбинацию, любое условное распределение, все равно вылазит нормальное. Окей? И поэтому, поскольку мы берем какую-то линейную комбинацию при условии, мы можем быть уверены, что условное распределение тоже нормальное. То есть мы с вами выяснили, что х, если известно, что у равен одному, распределен как? Нормально. Нормально. С, макожиданием, 0.25. И дисперсией 8.75. Поэтому, если я хочу посчитать вероятность того, что х больше единички, при какой-то информации, а я знаю, что он при этой информации распределен нормально. Поэтому я вычитаю, сколько? 0.25. Делю на сколько? Корень из 8.75. То есть я получаю нормальное 0.1 больше единичка, минус 0.25, деленное на корень из 8.75. Ну, будет... Ну, давайте на вскидку. 8.75 примерно 9. Корень из 9.3. 1 минус 1 четверть, 3 четверти. 3 четверти на 3, 1 четверть. Ну, значит, примерно это вероятность того, что нормальное 0.1 больше 0.25. Ну, может, я ошибся, но не ошибка, наверное, потому что все-таки корень, он приближ... Он стягивает там значение сильно, да? Корень из 100, корень из 100 одного, они практически не отличили. Можно вопрос? Если у нас было х плюс у, говорит, мы могли бы просто по две грех поставить сразу? Конечно, конечно. Ну, как мы только что делали, да? Мы подставляли... То есть, смотри, мы пользуемся таким трюком, мы разбивали, вы чему, на две части, та, которую мы знаем, то есть, ты позволишь на этот трюк, мы как раз и разбили. Вот х, он несовершенно зависит от у. То есть, если у равен одному, х от чертова знает, чему он равен. Он же, он, конечно, зависит от него, но вот достоверно предсказать я его смогу. И поэтому мы вот здесь вот разбили на две части. На ту часть, которая идеально зависит от у. То есть, если знать у, вот эта часть вообще идеально предсказуема. А вот это какая-то величина, которая не зависит от у. и которая, ну, ее прогнозировать, что зная у, что не зная у. Поэтому ответ такой, если ты разбила на две части, то, конечно, одну ты подставляешь, а вторую отказываешься от условия. А если ты как-то неправильно разбила, у тебя и эта часть зависит от у, и эта часть зависит от у. Тогда как бы... Вот, а тогда, если у тебя у, то, что ты знаешь, конечно, может подсеркнуть. Ну вот, и по таблицам это примерно сколько? Один. 0, 5, 9, что там? 8, 8, 7. Ну, еще раз, не тежьте себя иллюзиями, что у вас точность 4 знака, поскольку вот здесь было примерно, то поэтому оставляйте 2 и не парьтесь. Значит, я бы примерно оставил, что это 0, 40. Окей? То есть, не надо думать, что вот, ой, раз там в табличке 4 знака, значит, у меня точно 4 знака. На самом деле, как правило, на практике мы еще и не уверены, что у нас точно нормальное распределение, еще и мы приближаемся еще вот здесь, вот, как правило. Что x и y имеют примерно нормальное распределение, тогда еще здесь примерно, не только здесь. Так, ну вот, 4-й пункт, соответственно, это полностью то же самое, что мы сделали в 3-м, только y-то условие, поэтому это дома сами. Окей? Ну, понятно, как делать. То есть, только надо будет y разбивать на какие части? Зависимой от x. Да, на ту, которая линейно зависит от x, а на ту, которая не зависит от x. Так, хорошо, давайте сделаем про 16.5, про термовая лопатка. Давайте сделаем 16.5, формулировая лопатка. То есть попробуйте сами, там есть вопрос, но усложнение 16.5 против 16.4 состоит в том, что надо из текстовой формулировки понять вероятность свою такую, более формальную. То есть ничего с точки зрения математики нет, а вот с точки зрения понимания текста и превращения его в формулы, ну вот это лишний элемент сложности 16.5 против 16.4. Ну что, кто готов формализовать вопросы, не решить, а просто превратить текст в формулы? Первое, наверное, спрашиваю, выбираем из того, что есть больше, чем 150. Не, не угадала. Осторожно, вот так. Что ты сказал? Х больше. Х плюс Y. Нет, это просто сколько деревьев. Х плюс Y больше. А, там записывает просто деревьев. Да, надо смотреть. Значит, тут есть X, это количество яблони. Да? Это яблони. А Y, это количество вишен. Вишен. А спрашивается, сколько деревьев, да? Вероятность того, что Ярмолаю придется вырубить больше 150 деревьев. Поэтому спрашивается Ва вероятность чего? Х плюс Y больше 150. Окей, хорошо. Надо решать или понятно как? Да, да. Как? Находим на сверсию X плюс Y. Дальше что делаем? Находим на табличку, стандартизируем. Стандартизируем. Стандартизируем дальше. Находим на табличке. Находим на табличке. Нормально? Да. Хорошо. Тогда давайте пункт В. Пункт В как решаем? То есть В тоже надо сначала формализовать, а потом решить. Условное матожидание какое? Ага, условное матожидание какое? У при условии какого? Ну хорошо. Спасибо.